Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава пятая, стихи с первого по двадцатый. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно прииди Иисус на Он полморя во страну Годоринскую, и излезшую Ему из корабля, а без рети Его от гроб человек в дусе нечисти. И же жилище и мяше во гробех, и не виригами никто же мажаше Его связати. За ней Ему много жды путы и ужи железны связану сущу, и растерзатися от Него ужем железным и путом сокрушатися. И никто же мажаше Его умучити. И выну ночь и день во гробех, и в горах бевопия, и толкийся каменьем. Узрев же Иисуса издалече, тече, и поклонись Ему. И возопив глазом велием рече, «Что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, заклинаю тебя Богом, не мучи меня». Глаголуша бы Ему, изыди души нечисты от человека. И вопрошаше Его, что ти есть имя, и отвеща глаголя, легион имя мне, якомнози и смы. И молиша Его много, да не послит их вне страны. Беже ту при горе стадо свиного велия посома, и молиша Его всебесе глаголюще, послины во свинья давня в нидем. И повели им Абе Иисус, и исшедши дусь и нечисте в нидошего свинья, и устремися стадо по брегу в море, бях уже, яка две тысячи, и утопаху в море. Посущие же свинья бежаша, и возвестиши в ограде и в селях, и изыдоша видите, что есть бывшее. И приидоша ко Иисусови, и видиша бесновавшегося сидяща, и оболченно, и смыслище, имевшего легион, и убояшася. Поведаши же им, видевшие, как обысь бесному, и о свиньях. И начаши молити Его отыти от предел их. И влезши ему в корабль, моляши Его бесновавыся, дабы был с ним. Иисус же не даст ему, но речи ему, иди в дом твой ко твоим, и возвести им, елиготе Господь сотвори, и помиловатя. И иди, инача проповедате в десяти градех, елиго сотвори ему Иисус, и вси дивляхуся. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно Он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал Он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же при горе большое стадо свиней. И простили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Проповедуя Царство Божие, Господь и Его ученики прибыли в Гадаринскую страну, лежавшую на восточном берегу озера, названную так по имени находившегося в ней города Гадары, входившего в число городов Десятиградия. На берегу Господа встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, который сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». На вопрос Христа «Как тебе имя?» Бесноватый ответил, «Легион имя мне, потому что нас много», указывая тем самым на обитание в нем несметного количества нечистых духов, которые просили, чтобы Господь послал их в стадо свиней». Архиепископ Оверкий пишет, «Нам не настолько известна природа нечистых духов, чтобы понять, почему им необходимо обитать в живых существах. Но характерно то, что из всех живых существ они избрали самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев, лишь бы Господь не изгонял их из страны и не лишал их тем самым возможности действовать в ней». Господь по своей милости исцеляет бесноватого, являясь своим спутником, насколько велика трагедия этого человека, который боролся в самом себе с множеством бесов. Он очищает человека, изводя из него злых духов и повелевая им по их же просьбе войти в свиное стадо, которое тут же бросилось к обрыву и утонуло в море. Вопреки обычному запрещению разглашать о совершенных им чудесах, Христос на этот раз наоборот повелел исцеленному. «Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Борис Ильич Гладков отмечает, во многих случаях Иисус запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ним чуде, потому что большинство чудес совершалось из любви Господа к страждущим. Излишние рассказы не могли оказать никакого содействия делу Христа, но могли привлечь к нему еще большие толпы народа и усилить преждевременно подозрительность врагов его. Тут же нельзя было скрывать совершенное чудо, так как народ этой страны сразу не мог понять его, и потому необходимо было, чтобы об этом чуде проповедовал сам облагодетельствованный им. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят нам о величии всемогуществе и власти Бога над бесами. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялось влияние дьявола в мире, тем, кто пребывает со Христом, нечего бояться. Господь всегда остается с теми, кто сохраняет Ему верность, живя смиренно и пребывая в послушании Его святой воли. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тяну повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok